Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня новый коллега, вчера вышла с ним в смену первый раз, всю дорогу он молчал, вообще никак не заводил диалог. Сегодня на работе была я и еще одна моя коллега, она сказала, что с ней он общается прекрасно, как только ушла на перерыв, они общались. Как пришла, она опять замолчала. Не вытерпела задаваемый вопрос, пару вопросов сама, начала как-то диалог, но развития не было, односложнее ответа типа да нет. У нас не было никаких конфликтов, повторюсь, я с ним работаю вторую смену, мы друг друга особо не знаем. Но с моей коллегой он общается нормально с первого дня, со мной нет. Почему так он может быть, что со мной может что-то не так, может я общаюсь с людьми со стороны не так и ему это не понравилось, очень переживаю по этому поводу, что я какая-то неприятная или еще что. Ну, здесь я думаю, в первую очередь на что стоит обратить внимание, так это на то, что у меня при прочтении вашего текста сложилось впечатление совсем другое. У меня при прочтении вашего текста сложилось впечатление, что вы как раз таки, может быть, и понравились человеку, почему он с вами не общается. То есть обычно это люди как раз таки легче общаются с теми, как бы, кто их особо не волнует. Если вы пообщались с человеком, который вам нравится, то вы, скорее всего, будете с ним чувствовать вот свою скованность как раз таки. Вот. Поэтому я увидел, ну, лично я, увидел другое значение. Я увидел другое значение вашей истории. Вот. И то, что я увидел другое значение вашей истории, на мой взгляд, свидетельствует о том, скорее, что вы, вероятно, ну, вот, действительно волнуетесь и переживаете. Действительно беспокоитесь из-за того, что вы, может быть, кому-то не нравитесь. Вот. И правда в том, что вы можете кому-то не нравиться. Правда в том, что это нормально. Нормально кому-то кому-то не нравится. это норма, на мой взгляд. Абсолютно норма. Но то, что вы воспринимаете это на свой счет. Вот. То, что вы воспринимаете это на свой счет. Вот это, то, что вы воспринимаете на свой счет, действительно может быть проблема. И это выдает в вас неуверенность в себе определенную. Это вот выдает то, что вы в себе не уверены. Это выдает то, что вы можете в себе сомневаться. То, что вы можете как-то вот себя, ну, отрезать, отвергать и так далее. Вот. И это, как мне кажется, является скорее вашей собственной проблемой, нежели чем... проблемой, ну, нет, зачем? Проблемой другого человека. То есть, дело не в том, что вы можете кому-то нравиться или кому-то не нравиться. Я думаю, что когда и если мы кому-то не нравимся, то это абсолютно нормально. Я думаю, что когда вы кому-то не нравитесь, вы начинаете сильно переживать из-за этого. Вот. Вот я думаю, что это является проблемой. Серьезной проблемой. И я думаю, что и это вам нужно корректировать. То есть, получать некую уверенность такую в себе. Вам. Вот. Чтобы... Ну, чтобы... Меньше зависит от того, как... Ну, как воспринимают вас люди. Вот. На мой взгляд, это является ключом. Вот. Вы пишите, что очень сильно переживаете об этом поводу. Может быть, вы какая-то неприятная. И это очень похоже на репрофлексию. То есть, когда вы думаете о себе то, что на самом деле могли бы думать про другого кого-то. Вот. Ну, то есть, например, вам кажется совершенно не адекватным то, что человек с вами молчит. Вот. Вам это кажется неприятным. Вам это кажется ненормальным. Вот. Но вы себе как-то запрещаете, ну, в таком ключе, думать. Вот. И в итоге получается, что вы чувствуете себя неприятной самой. Вот. Поэтому здесь нужно опять же заметить, а из-за чего так сильно вы переживаете и какую свою проблему вы пытаетесь решить. Вот. И, собственно, уже решать эту проблему. Вот. Как-то так, как-то так. Я не думаю, кстати, что мы можем ответить вам на вопрос, да, неприятные вы или нет. Потому что не бывает неприятных людей. Вы можете человеку не нравиться по какой-то причине. Это абсолютно нормально. Вот. Но если у вас проблемы с самооценкой, то вы будете принимать это на свой счет и будете переживать. А если у вас есть еще тема страхов, вот, то тем более. Ну, то есть, вот, если вы еще и боитесь чего-то, вот. Да, если у вас есть какие-то страхи, то, да, в таком случае вы будете испытывать еще, 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 ну, еще больше. Еще больше проблем. Вот. В конце концов, вы же приходите на работу работать, а не устраивать отношения с людьми. Вот. Поэтому чем вас это так волнует? Я могу сразу, например, допустим, предположить, да, что у вас, может быть, не складывается ваша собственная социальная жизнь. Что вы, да, что вы, да, что вы, вот, что вы так беспокоитесь о том, кто что о вас думает и так далее. Вот. То есть, тут вот такие есть, ну, такие есть варианты, вот. Короче говоря, короче говоря, то, что я хотел бы сказать, вот, это то, что ваша проблема возникла не на ровном месте. Вот. Вот. И, скорее всего, у вашей проблемы есть история. Вот. То есть, вот эту историю вам как раз таки, на мой взгляд, нужно увидеть, то есть увидеть всю картинку целиком. Вот. 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 А сейчас увидите только ее часть. Вот. Сейчас, сейчас увидите только ее часть и, естественно, вот эта, эта часть, она является неполной. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего опыта. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постелаты для своей психотерапии, вот. Вот. Которая вам нужна для решения тех проблем, которые я описал. Вот. Если вы с этим, конечно, согласны, вот. То есть, ну, понятно, что если вы не согласны, то тут уже другой момент. Вот. Ну, если согласны, то нужно с этим работать. Вот. Когда человек задается вопросом относительно того, вот, значит, приятный он или нет, вот, то это, конечно, довольно такой, я бы сказал, тревожный звоночек. Вот. И как мне думается, что оставлять это, ну, оставлять не совсем хорошая идея. Вот. Ну, 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 на мой взгляд, по крайней мере. На этом все. Обращайтесь. Желаю вам всего доброго. Удачи. Удачи. Удачи.